Я нашла такую статейку, я просто разжала над ней. Южная Корея может продолжить поставлять в Россию смартфоны-автомобили. Американские власти также будут рассматривать бытовую технику как исключение из санкций, поскольку она предназначена массовому потребителю. Ну надо же, подумали о нас о простых людях. У нас у всех есть бытовая техника. Вторая нам не нужна. Американские санкции не распространяются на автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства. Об этом в четверг сообщили в Министерстве торговли промышленности и энергетики Республики Корея. Власти Южной Кореи провели консультации с Министерством торговли США относительно санкций Вашингтона против России. Своих мозгов у них нет. Надо посоветоваться. После переговоров в Южно-Корейском министерстве указали, что американские власти будут рассматривать смартфоны, автомобили, стиральные машины, другую бытовую технику в качестве исключения из санкций, поскольку они предназначены массовому потребителю. Единственное условие – предметы экспорта не должны оказаться в распоряжении вооруженных сил или использоваться ими. Ну, не идиотизм ли это? Значит, санкции они вводят. А это-то бьет по карману им, поэтому они решили все-таки продавать технику бытовую, потому что это бьет по их карману, поэтому они решили оставить, значит, на эту технику санкции не распространяются. Это же бьет по карману. Кому они будут эту технику продавать? Если мы откажемся от их, вот этой бытовой техники и так далее, и так далее, они завалятся, склады их будут завалены этим всем, всей бытовой техникой. И кризис начнется у них, а не у нас. Поэтому, я думаю, нашим надо отказаться от этой бытовой техники. У нас раньше была своя бытовая техника. Были свои. Все было свое. Все свое производство. А вот у них начнется кризис, если мы не будем брать их, вот эту технику их не будем брать. Вот тогда кризис начнется у них, потому что никому эти, эта техника уже не будет нужна. У них будут завалены полки, у них будут завалены склады, они не будут знать, что с ней делать. Вот начнется кризис у тех, кто установил санкции. Я так думаю, не знаю. Мы без них проживем, а вот они без нас, это точно не могут. Бьет по их карману, бьет по их бизнесу. Вот. Они поэтому делают ограничения, значит, санкции не распространяются на то, что бьет по их карману. Это по карману им бьет. Поэтому они санкции, вот, на компромисс идут. Ладно, я бы, например, не брала бы эту технику. Пусть у них эта техника лежит на складах. Вовы, интересно, что они будут с этой техникой делать. Я так думаю, они сделают дорогу. По двум сторонам дороги будет установлена вот эта техника. Не знаю, я где-то видела это на какой-то картинке. В каком-то городе, не знаю, выставлена вот эта техника по обочинам дороги. Ну вот, там тоже будет вот так. Выставлена вот эта техника. Потому что склады будут заполнены. Уже некуда будет складывать. Вот они будут устанавливать на улице. Подписываемся на мой канал. И я ещё что-нибудь интересное откопаю и расскажу.